Всем привет, друзья, меня зовут Влад, мы продолжаем с вами играть в Вальгалу, и сегодня у нас интересный будет эпизод, я очень надеюсь. В общем, смотрите, я делал небольшую паузу между сериями, точнее после девятой серии, перед тем, как начать эту серию, я сделал небольшую паузу. Ну, как паузу, на канале эта пауза не была заметна. В общем, я узнал, что нужно делать, чтобы усилять свое оружие. Для начала, конечно же, это ходить вот по этим точкам, по желтым, всевозможным, всеразличным. Я поначалу как бы не придавал внимания этому, но оказывается здесь очень много всего полезного. И чисто все на YouTube, чисто все на канал, это все никогда не пройдешь. Это нужно просто либо стримить, либо что, но в моем случае то, что стримить эту игру вряд ли у меня выйдет нормально, из-за того, что у меня очень интернет нестабильный в последнее время, да и в принципе, я решил иногда что-то делать сам. Так вот, что я сделал сам? Я сделал без вас абсолютно интересный момент один. Я замутил себе цепь, посмотрите на него. Этот цепь, это оружие, полноценное, мощное оружие, которое я нашел в поселении, точнее в доме Кьотви, в его крепости вот этой. Я его нашел в Рогиофюльке, то есть на первой локации. Мне пришлось с Англии вернуться обратно туда в Рогиофюльке. И там, собственно, это все делать. Потом, далее, я замутил себе цепной ножик, но это нужно, короче, найти чуваков и попробовать этим цепным ножом это, как вот, притягивать к себе. Следующее оружие, которое мы пойдем с вами искать, оно будет уже, я думаю, мы его вместе будем искать с вами. Я просто сам попробовал, ну, под такой побегал, поискал и нашел себе вот этот вот цепь. Но со следующими пушками, я еще раз повторяю, возможно, мы с вами вместе это все будем делать. Итак, смотрите, сейчас я иду, выполняю наши цели. Целей у нас сегодня много, аж три. Надо найти всех помощников Сомы. А вон, кстати, сбоку как раз и показано это все дело. И мы с вами этим, собственно, сегодня и займемся. Плюс еще что-нибудь, я надеюсь, очень хочу синхронизироваться, если получится, синхронизироваться с чем-нибудь еще. То есть, найти снова Орла и засинхронизироваться, себя синхронизировать, вот так будет правильно сказано. Так, ну что ж, поплыли, посмотрим, что из этого получится. Три вопроса, три цели у нас с тобой сегодня есть. Давайте смотреть, наслаждаться. Насчет усилений. Вот на вот этих желтых отметинках бывают куски золота, различные усиления, типа угля, что-нибудь такое. В общем, все то, что нужно Гуннеру для того, чтобы усилять мою экипировку. По-другому пока я не знаю, как это все находить. Но, если мы с вами будем выполнять какие-то кодексы, все эти моменты, то, я думаю, у нас с вами что-то получится. Получится. Я надеюсь, вам нравится то, что мы с вами вытворяем здесь, в этой игре. И серий, конечно же, как вы видите, выходит много. Их не особо сильно смотрят. Но, тем не менее. Тем не менее, эта игра крутая. И... Нападут, как только увидят. Сейчас мой канал, он для меня как дневник, как видеодневник. Ну, вообще, в первую очередь, прохожу для себя. Грубо говоря, сам с собой разговариваю, тут сижу. Но, потом это смотрите и вы. Хотя бы несколько этих... Парочку сотен человек это... Ну, вряд ли это смотрят. Но, человек... Пятьдесят... Восемьдесят, семьдесят, по-любому это смотрят. Так, я тут уже пиханем пойду, наверное. Хотя, можно было и дальше плыть, я думаю. Мне как-то ладно. Мне все равно, я пойду так. Попробуем именно так. Так, надо подлекаться немного. Я тут немножко сохранялся, ребята, в других локациях. В Роге Фюльки возвращался. И в этой Роге Фюльки я немножко ХП потерял. Потому что там я сражался с ребятами Киотви. Они снова на меня напали. Они снова дали мне полбу. Но я забрал у них этот цеп. И это было прикольно. Я долго искал его в поместье самого Киотви. То есть, в этой вот его башне. Но, знаете, что самое смешное? В этой башне я не нашел нифига. Даже вход не нашел в нее. Оказывается... Все окружили эту хижину. Оказывается... Возможно, там внутри данные. Оказывается, это оружие было рядом, в соседнем доме. Вы просто представляете себе ситуация, короче. А я расстроился такой, думаю, Блин, а какого хрена я туда пришел И не вижу оружие в самом поместье Киотви. А оно лежит в соседнем доме себе такое, наслаждается. Челики тут. А, это Сома. Это Сома, друзья. Она пришла. Я думаю, нам нужно искать чувачка. 160 метров, я не понял. Так он здесь или нет? Куда он пропадает все время? Подожди, нужно вызвать чувака, да, походу? Ты вызывай его. Покажи мне. Где наши товарищи? А, вот в этой зоне где-то, да, чувачок у нас есть. Так, ну так пойдем туда. Он только что подсветил местность, где может быть ее помощник. Вообще, она сама там только что была. И она бы могла сама. Ну так это... Это помощник. Это помощника окружили волки. Воу! Так, чувачок. Нет-нет-нет, давай тебя в таргет берем. Ну, у нас нету выбора как бы. Приходится. Так, можно его съесть? Все, мы его вроде забрали. Так, подожди, отхилов набирай. Кого волки окружили? Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, нифига бьют. Больно. Так. Прости, чувачок, прости, волк. Ну тут типа такая ситуация не очень приятная, согласен. Нам нужно помочь чуваку нашему. Он очень кусучий. Он очень опасный. Но ничего с этим не поделаешь. Сам он не уйдет, к сожалению. Так. Так, добычу забирай. Где он? Кого окружили? Он где-то здесь, я уверен. Чего? Так, а волк-то где? А, волк тут. А чувак, которого я ищу где? Так, это Сома там развлекается. Ну, как бы я играл без таргета все это время. Теперь я играю с таргетом, потому что, как бы, считаю, что это очень удобно. Так, я играл без таргета такой, знаешь, самоубийца. Ну где? А, че, наверху чувак сидит, что ли, или че, я не помню? Ох, нифига. А че ты такой-то опасный-то? Очень много ударов, этот цепь наносит прям дофига. Так, хорошо, поднимайся. Показывает куда-то здесь. А, вот он ее помощник. Окей. Вставай, мужик. Галин? У тебя ужасный. Галин? Что с тобой случилось? Сакси загнали меня в туман. Прямо в логово разбойников. Но слава фраеру. Я увидел их прежде. Слава фраеру. И ты один остался в живых из всей дружины? Да. Я и сам-то едва жив. Но милость сегодня и фрей. Там еще он есть. Мои войны будут пировать ничубок. Мы разбили... Так, где еще? Под свете? Под свете? А, вон, вот тут где-то. Так, ну хорошо, мы пойдем сюда. Пойдем. Пойдем, ребят. Иди туда, Галин, Энкерский. Я и Эльвар найдем остальных. Сома, Сома, пойдем. Нам не надо разговаривать. Галин серьезный человек. Так, мы получили кожу. И он чтит бога. Ну так, подшел серьезный. В своей голове как дерево. Ты там идешь? Воу, воу, воу. А что ты привела-то мне этих людей? Опять зачем они мне тут? Опять этих чуваков привело. Завязывай с этой фигней. Слушай, это, это невероятно. Так, иди сюда. Они как бы не хотят особо-то и нападать. Но они очень хищные. Давай заберем хотя бы эту кожу, шкуру или что там у них. Где они там? Слушай, они нормально так отбрасывают. Блин, ничего не поделаешь, ребят. Надо... Они потом будут мешаться мне. Конкретно. И он чтит богов. Носят их в своей голове как дерево, носят ветви. Ну кожу хоть получили. Оттого его ум тяжел. Но нам легче жить, зная, что боги к нам благосклонны. Так, хорошо. Подожди, что там у нас по... Лети, Сюнин. Да вон он твой этот чувак. Там где-то. Где-то здесь. Мне бы отхиливающую травку, а вот и она. В смысле максимум провизии? В смысле? Ты хочешь сказать, что ты его... Здесь, там группа пленников. Ты возьмешь и отхилишься, что ли, так спокойно, если тебя отмудокают? Кто? А, тут прям ребятня чистейшая, да? Ну пошли. Где они? У нас преимущество. В чем это? В чем у вас преимущество, пацаны? Вас сейчас отмутузят как лохов. Ну, к примеру. Братан, здорово. Так, ну цепь жесткий, кстати, паренек такой. Вау. Вау. А где Сома-то? Я не понял. Почему она ничего не делает? Или она там... А нет, она... Она там кого-то делает, я вижу. Я слышу. Так, хорошо. Так, лук. Вау. Сколько у них лута. Нифига. Ты там что, справляешься, Сома? Так, хорошо. Чувака аж вынесло. Смотри, где там F? Нету, F. Ладно. Так, чувак. Тебя надо освобождать. Поехали, братишка. А, тут прям конкретно дофига пленных. Смотри. Давай их всех освобождать. Так, братан. Ты кто такой? Ты что тут? С ума сходишь? Ну-ка, давай не сходи с ума. Не жалей ни о чем. Так. Эти стрелы тебе нужны? Нет, не нужны. Но мы нашли ее, союзника, или нет? Я не могу понять. Что, у них старые счеты? Вроде того. Каждый считал себя моим главным помощником и ненавидел другого. Но семья не конюшня, чтобы вечно состязаться. Соперничество может рассорить родных навеки. Но может и заставить быть лучше. Давайте третьего искать. Лети же, Сюнин. Ага, вон, я, кстати, вижу примерно. Но может и заставить быть лучше, если с умом раздувать планеты. Ну, слушай, да. Если с умом, все может быть лучше, кстати. Если уж на то пошло. Так. Хорошо, что, кстати, повторяют несколько раз. Потому что я, как бы, это, многое могу упустить. Ты там плывешь за мной? Молодец. Какой у меня хороший напарник, слушай, а? Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так, где там всем Сюнин показал? Что ты видишь, Сюнин? Сюнин. Вот он здесь, короче. Где-то здесь. Запретная область. Слушай, запретная область, это значит, ребятня тут где-то есть опасная, да? А, ну да, видно. Давай в таргет сразу, пупсик. Я только что звука зовут, Ласта услышал, кстати. Так, на секундочку. Ха-ха. Иди сюда. Сюнин показал, что здесь нужно людей топтать. Вот мы, собственно, это и делаем. А ты уворачиваться-то будешь? Нифига, смотри. Да он что, как в секирах, что ли? Ты кто? А ты уворачиваться там планируешь сегодня? У меня нет, олень. Слушай, он не уворачивается от него. Да гнобишь ты его. Он сильный, он сложный. Мочи. Почему Сома мне не помогает? Не помогает совершенно. Он очень лютый. Хорош. Нифига, давай. Все просто выломал его. В нем есть что-то, потому что он какой-то прям мега-лютый. Мега-лютый был, этот копьеносец. Че не забираешь награду? Серьезно, в нем ничего и не было, что ли? Это вранье. В таких людях должно что-то быть. В таких непроходимых. Я слышала, что кто-то снаружи наводит порядок. Это я был, вообще-то. О чем мне спасибо не сказал никто? Дорожайший Грациан, несмотря на то, что ты потерпел поражение в битве при Адрианополе, войска здесь все еще верны тебе. Мы собираемся отправиться на защиту Галлии, так как многие войны рядом оттуда. Все мы жаждем вновь услышать твои воодушевляющие речи, от которых огонь разгорается в груди. Прошу отправляйся в Леон, как только сможешь. Нам нужно понять, как вновь покорить земли Фракии. Маган Максим. Неплохо. Так, что мне дверь закрыли? А что вы дверь-то закрыли мне? Я что, просил вас дверь мне закрывать? Маган Максим, офигеть. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Максим, Максим, успокаивайся. Все, хватит. Открывай дверь. Так, задание мы выполнили. 400 метров аж дотуда, до квеста, до нового. Вот это мы забираем с тобой. Так, отхил. Вот этот с копьем, товарищ, вообще нормальный такой паренек. Жестко прям намутузил меня. Мне аж больно было. Так, значит, что мы имеем? У нас есть с тобой новый квест. Он у нас здесь. Мы можем сюда переместиться, чтобы было нам хорошо. Поехали. Хорошо, что у нас есть перемещение. Это быстро, это надежно. Это сочно. Поехали. Там, кстати, был еще один телепортатор, телепортатор, орел, да, на которого нужно было синхронизироваться. Но что-то я, видимо, потом, попозже чуть это сделаю. Ну да ладно. Это не так тяжело, в принципе. Так, все. Здесь у нас квест. Пацаны, никуда отплывать не надо. Отплывать никуда не надо. Мне нужно на задание, между прочим, да? Немножко отхила собрать, потому что мне не хватает. Так, у меня есть четыре навыка, кстати. Я только сейчас запомнил. Увидел только сейчас. Так, значит, что мы умеем? Это у нас древо... Это у нас древо... Так, а это чье? Выберите свой путь. А, это же эти другие линии, я понял. Так, ну это для оружия именно, я так полагаю, да? Это путь медведя. Давайте путь медведя качнем. Так, это у нас устойчивость, мощные удары. Снижает урон от мощных ударов врага. Да, елки-палки, сколько тут ветвей-то. Критические удары. Давайте. Да, очень много всякого-всякого. Ближний бой. Ну, пусть вот это тоже. 25 мощи. Ну, слушай, потихоньку растется. Потихоньку растется мощь. Растется, растет. Это хорошо. Так, давайте на квест. На квест так... А, 90 метров. Мне же сюда получается. Что это сейчас было? Что-то подгрузилось. Собирай все это дело. Я понимаю, теперь тебе нужно больше травы, больше отхила. Но, как бы, у нас из шкала жизни чуть больше стало. Вот что самое интересное. Так, максимум провизии. Так, окей. На огонь собрались последние наши воины. Завтра к нам вернутся силы, и мы сможем отбить свой город. Я еще не говорила с Ливом, Бирной и Галином. Столько ошибок. Что они думают обо мне? Они будут благодарны. Они благодарны, что ты рисковала жизнью ради них. Да! Такая кулак сжала. Да, это я. Клянусь молотом Тора. Я рада, что мы вместе. Несмотря ни на что. Галин, ты... Измотан. Не горюй обавших. Они будут петь тебе хвалы в Вальгане. Ожидая нас. Спасибо, Ярлскона. Лив, ты устоишь в любую бурю. Я рад, что мы с тобой сом. Все как один. И знай, я пойду за тобой сквозь любой ураган, если позовешь. Бирна. Я счастлива, что ты жива. Я сама счастлива, что жива. Я стольких потеряла. Но вы трое по-прежнему со мной. Я счастливее всех ярлов Мидгарда. И ты, Эйвор. Теперь я тебе верю. Помоги нам вернуть город, и я всегда буду тебе другом. Мой клинок твой. За Грэнта Бридж. Сегодня мы отдыхаем. Собираемся с силами. Едва займется рассвет. Мы отобьем Грэнта Бридж. Отдохни ты с нами, Эйвор. Бери все, что тебе нужно. Неплохо. Новые товарищи, новые союзники. Прошла ночь. Прошел день. Наступило утро. Слушай, ты на Дэнни Треха похож. Тебе не хватает мачете в руку. Похоже, за ночь в лагерь подтянулись многие воины Сомы. Сироты в болотах. Два очка навыков доступно. Так, подожди, а мы можем с тобой, я так полагаю, говорить, да, теперь? Возвращение былой славы. Мы будем говорить с тобой, нет? Видимо, нет. Ну ладно, давайте по квесту. А, узнайте помощников Сомы получше. Давай получше узнаем. Ты Галин, верно? Да, это я. А ты Эйвор. Несравненный боец. Вечный воитель. Славное имя. Спасибо. Накануне ты был на волосок от смерти? Да, верно. Саксы гнали меня. Прямо сквозь эти проклятые топи и в логово разбойников. А потом пришли волки. Каждому сужден свой день. День смерти. Как мы ее встретим, вот что важно. Я горд тем, что был готов к ней. Что ж, я рад, что ты все еще жив. Хорошо, вот мы и узнали его получше. Получше. Где еще ребята? Вон еще ребят стоит один. Тихо. Сорянте, я же не хотел. Я нечаянно столкнул тебя. Че ты как сразу начинаешь? Лев. Сома говорит, ты построил ее дракары. Так и есть. У каждого из них киля остер. Мачта крепка. А на бортах вырезаны стихи, чтобы славить Дренга, что правит им. Дракар это конь судьбы. Лишь несколько досок меж тобой и глубокой могилой. Нет места лучше, чтобы сложить стихи? Верно. Славно идти с тобой в битву, Лев. И с тобой, Эйвор. Спасибо, что вытащил меня и мой отряд из топий. Да, отряд вообще по сути в заднице был. Это я там прям вообще нормально, а? На самом деле меня чуть не съели там волки, но... Я справился вроде. Так, это у нас... Ты Берна? Берна. А ты, Эйвор, солнечный луч. Ты рассекаешь туман, как солнце прожигает лёд. Ну да, она меня назвала лучом тогда. Ты славно держишься, несмотря ни на что. Нападение саксов, утрата дома. Пока что да. Но... Ты не чувствуешь? Этот миг промелькнул. Мы свободны ловить новый. Это дар. Я рад уйти с тобой в битву, Берна. Ты славный, Эйвор. Можешь помочь или проучить. Я бы охотно приняла и то, и другое. Ух ты! Это что, типа, подкат у неё ко мне был? Неплохо взять еду. Так, ну они для себя, я думаю, этот борщик варят. Зачем я буду его брать и есть так в тупую, да? Ладно, давайте поговорим теперь с Сомой. Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грэнта-бриджа. Мы собираемся там. Так, не вопрос. А вот и не больно-то рада приказам. Кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигур. Пока ты здесь, Даг, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой за неё. Да пошёл ты сейчас такой плюнет ему в спину, да? Нет, не было. Так, хорошо. Значит, 600 метров у нас там до чего-то там. Подожди, что мы имеем теперь? Что мы с тобой имеем? У нас есть с тобой оно, и у нас есть с тобой быстрое перемещение. Вот, кстати, очень удобная тема. Перемещаемся тогда. И прыгаем на квест сразу, мгновенно. Идём с тобой дальше по сюжету. Внешний вид Сюнин. В конюшне повышать свои умения верховной езды. Это мы всё потом сделаем. Это всё мы потом разберёмся. Может, не на видосе. Я даже попробую. Посмотрим. Наша цель в течение новых серий, которые будут выходить, поискать с вами ещё оружие. Потому что я вот нашёл без вас этот цепь с поместья Кьотви, с её крепости. И как бы как-то не очень из-за этого. Хотелось с вами, а в итоге без вас. Блин, да? Ну, ничего. Мы с вами найдём ещё что-то интересное. Надеюсь, вы не в обиде. Кто досмотрел до сюда, ставьте обязательно лайк. Пишите комментарии. Встретьтесь с людьми сомы. Так, ну это вот там у нас, возле крепости. Давайте пехом уже дойдём с вами. Посмотрим, что да как. Так, тут можно принадеться немножко. Чё, мы же ассасинник. Мы же в какую игру с тобой играем? И бегаем без капюшона. Ну что за беспредел? Такого быть не должно в принципе. Так, окей. Смотри, какая красота, да? Ух, красота какая. Сейчас прикинь, в воду улетаю. Так, окей. Вон они, ребята, ждут. Две группы ждут. По обе стороны отворот. Нападать по сигналу и не мигом раньше. Я приехал. Давайте свои указания, наставления. Так, атаковать будем. Я понял. Слушай, ну будь жестенькая, я чувствую сейчас. Вигмунд, бесчестный вор. Я знаю, что ты там. Вот он. Красавец. Верни мне Грэнт и Бридж, Вигмунд. Уже немало погибло людей. Говори со мной, как Ярл, с Ярлом. О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Он там Эль попивает. Ты, гнусная язычница. Я же Тен. А ты грязь из подмышки великана. Это мой город. Я сделала его шумным портом. Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница, сдохни в грязи. Откуда вылезла? Вигмунд, Вигмунд. Пацаны, проткните ему пятки. Оставь Грэнт и Бридж. И тогда, быть может, я пощажу тебя. Ба, Грэнт и Бридж мой. Я здесь хозяин. И я очищу этот край от тебя и твоих крыс, как рану от гноя. Да подрывайте вы уже. Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч. Но огонь. Ну, жахай. Летим, пацаны. Верните себе свое. Я ему, походу, по ребрам дал, да? Нифига они тут... Нифига они людей вешают? Вы что, там офигели, что ли, придурки? Нет времени. Сперва нужно взять город. Ох, нифига прилетело нормально. Поднимите чувака, там чувак валяется. Капец, его что, реально никто поднять не может? Ох, нифига там чувак его колупает. Вы видели только что? Какой суровый чел. Да че вы все ложитесь-то, е-мое. Да, о, уложила, наконец-то. Смотри, они тут тупо людей вешают, смотри. И так нормально у них все, так спокойно еще говорят. Офигеть. Совсем охерели. Давайте, пацаны, выламывайте там все. Живыми не брать. Беспощады. Беспощадно, ребята. Работаем беспощадно. Отлично. Так, забирай вот этот лут. Весь. Офигеть, их много, да? Или это еще, наверное, мало, да? Ну бей ты уже, че ты ждешь? Офигеть, выписал, нормально. Ну-ка-на-ка. Да ты слезь оттуда, че ты... Стоит, махает. Надо слазить же, братан. Надо Вигмунду, короче, сейчас срочно этим цепом разнести Харю, чтобы было все нормально. В его жизни тогда все станет очень хорошо, я чувствую. Тебе конец. Что-то много их еще, я не могу понять. Ох, нифига ты, ты кто ты? Нифига, смотри какой лютый парень. Ты кто такой? Давай, до свидания. Как говорится. Так, Сома. Как дела? Че ты будешь делать? Мы выбиваем дверь. Тварь, конченая, еще добавь. Это что такое там вышло? Правая рука Вигмунда? Давайте мутузить правую руку, ребят, вы че? Смотри, какой мощный чел. Нифига. Так, ребят, смотрите, у меня есть вот эта штука притягивающая. Вот эта, я про нее вам говорил. Очень годная тема, кстати. Просто уработал мужика. Четко прям. Я удобрю твоими кишками наши поля. Какая-то злая. Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду. Креша прячется, тут люди шеи ломают его охране. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби в наш боевой урок. Объяви о победе. Да с радостью. Пусть и... Поезд отправляется, блядь. Да я уже. А, ваш. Я в свой просто жахнул. Ну давай. Давай, протруби. Да нет, просто я мощный парень. Я просто ассасин. Давай. Жахни как следует. Это когда, короче, пернул неудачно, как бы. Но, но, но удачно, с одной стороны. Потому что не было, слышно, дресни. Ладно, шучу. Ну, вдруг кто-то ел. Как бы, извините. Это просто забавно смотрится, слышится. Но я бы, на самом деле, Вигмунту разнес Харю бы. Жалко, что мы его не застали с вами. Вы только взгляните. Вольные, сильные, прекрасные и омытые кровью. Грэнтэ Бридж снова в наших руках. Завтра вы рассопчете тлеющие угли костров Вигмунда. Но нынче, нынче мы пируем Кагвоги. Он что-то заподозрил в ней, по-моему, да? Что-то нету радости такой, знаешь. Что-то, что-то как будто замышляет она, да? Ощущение такое. Все, пацаны все пьяные, короче, валяются. Пропировали. Эйвор тоже бухой. Пиры моего клана несравненны, правда? Ты доволен? Да, но праздновала ли ты, или горевала? Мало, я не мог решить. В ночь нападения из длинного дома доносили и звуки бойни. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грэнт и Бридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход. О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Думаешь, тебя предали? Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю. Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто ты из них? Но кто? Ведь этот ход тайно вырали мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Ты здесь недавно. Мне нужен свежий взгляд. Я обещал вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить наш Шир от вигмундовых крыс. Ну так а если кто-то из них крыса есть? И ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Ты лучше их знаешь, чем я. Сделаю, что смогу. Но ты знаешь своих людей лучше, чем я. Признаюсь честно. Я предвзято. Я люблю их, как родных братьев и сестру. Мне нужна беспристрастность. Мне нужен ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помог нам вернуть Грэнта Бридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Ну покажите мне, что я там взял. Топор какой-то новый. Что? Нет, 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 нет. Погоди, что я там? Что она мне вручила? Подождите, предмет какой-то новый. Это топорыще? А, это щит какой-то? Блодвульф, ты посмотри на это. Топор воина. Вот эту мне дали штуку сейчас? Или нет? Или да? Так, подожди, ладно, давай так. Я пока с этой штукой останусь. А что она мне вручила? Я так и не понял, что-то. Так, ладно, давай усилим. Значит, что мы можем усилить? Улучшить, да? Допустим. Здесь в сумочке у меня что есть? У меня есть руна. Она, естественно, для оружия. Она лучше, чем... Она лучше, чем... А, так мне ее некуда и вставить, получается. У меня же здесь на вот этой штуке нет этой, получается, темы. Вот оно как, товары. Похоже, если ему владельцу он не помог. Ведра. А что с ними делать? Так, ладно. О, подожди, что? Да, у меня, кстати, куски угля вот есть. Это я, когда сам бегал, парочку добыл. Так, ну хорошо, мы с этим еще разберемся с вами. Так, у нас миссия... Так, очки навыков качнулись, я понял. Теперь у меня снова очки навыков есть. Так, давайте, значит, смотрите. Сейчас мы заходим опять в навыки с вами. Давайте прокачивать дальше. Значит, сила оглушения освоить у нас тут есть... Это что? Ячейка адреналина. Урон в ближнем бою. Давайте вот это прокачаем. Значит, поджигание какое-то там есть. Здоровье. Это неплохо. Так, а вот это у нас устойчивость. Мощный удар. Снижает урон от мощных ударов врага. Но тоже я считаю, это очень сильно мне потребуется. Смотри, карта у нас просто... Ветвь все растет и растет. Она такая огромная будет, я чувствую, скоро. Так, хорошо. Взято несколько заданий. Так, окей. Теперь смотрите по заданиям. Пока я не ушел отсюда. Вообще в ордене что у меня? Так, в ордене. У меня Кьотве уничтожен. Уничтожена Лев Гифу. Та тетка. Хунта, сын Хунты есть у меня. Здесь появился Вигмунд. Вот это животное, да, которого нужно сделать ему убийство. Ищите его на рынке в городе Ледда Честер. Вот этого чела, кстати, можно уработать сейчас пойти, если это получится сделать. Значит, палатин Хунта. Общительный Дрэнг из Норвегии считает себя неплохим скальдом. Его стихи одинаково нравятся и норвежцам, и саксам. Именно это привлекло к нему внимание ордена. И скоро Хунта вступил в его ряды. Недавно он женился на представительнице богатого рода саксов, члены которого обладают и военным, и финансовым влиянием. Новые связи Хунта использует, чтобы починить себе как можно больше бойцов. Он провел в орден древних немало людей. В организации Хунта носит звание Палатина. За него там какие-то штуки давать будут. Так, с тобой нужно еще мне общаться? Как ты стала Ярл с Коной? Почему ты так любишь Грэнта Бридж? Как ты поступаешь с тем, кто тебя предал? Ну-ка. Неплохо. Жестко. Как ты стала Ярл с Коной? Расскажи, как ты стала Ярл с Коной? Король Гутрум вел летнюю армию через этот край. Когда он ушел в Эссекс, я вызвала их защищать Грэнта Бридж. Налаживать торговлю, чтобы наш народ здесь был богат и силен. Гутрум согласился. Под моей рукой город расцветал, а я влюбилась в него. Потеряв его, я будто получила удар в сердце. А вернув, ожила. Неплохо. Давай пока все. Это все. Пока что это все, но я думаю, мы что-нибудь еще с тобой придумаем. Там в картишке можно сжахнуть, смотри. Или во что? Во что мы можем с тобой сыграть, я не пойму. Что ты тут делаешь? Это кто вообще? Это что? Не заметил ли ты чего странного в ночь нападения? А ведь и правда, одного из дракаров не было на обычном месте. Его вытащили на песок, чуть дальше к северу. Где именно? К северо-востоку отсюда. Ну и что такое? Несколько дней прошло. Сейчас, может, его там и нет. Так, нажмите М. А что такое-то? А, мне показалось, у меня кот под ногой. Это какая-то хрень. Так, ладно. Так, значит, смотрите. Там я отметил чувачка. До него, нифига, до него 2 километра шлепать. Это круто. Это очень долго и это жестко. Так, значит, где мы с тобой находимся? Наша с тобой миссия, она находится... Подожди, что? Так, а задание-то где? Уничтожение Эринингстоуна. Несвятой отец. Поговорите с Ливом. Поговорите с Бирном. А, вот, поговорите с Галлином. То есть, со всеми ними нужно поговорить будет. Краткая история Незлимых. Так, ну это нужно найти все страницы кодекса. Вывести уровень поселения до третьего. Так, ну это задание, получается, обычное, чтобы повышать свои навыки, да? Слушай, жестко, жестко. Тут очень много всего. Так, значит. Так, ну я думаю, мы говорить будем... Похоже, ты умеешь играть в кости. А, это что-то поновее, да? Сволочь. Ну я приду к тебе, значит. Давайте продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вот начну точно с него. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok